М1 Global presents И они говорят, что это клетка или ринг? И я говорю, это рейдж, это возможно только в России Но да, действительно, интересно, хорошие бои Смотришь на этих бразильцев, американцев, сумасшедших совершенно У которых уровень джиу-джитсу просто какой-то космический, запредельный И понимаешь, сколько еще в зале нужно работать, чтобы приблизиться к этому всему То есть я смотрю с точки зрения человека, которому нужно чему-то научиться И для меня это полезная история, когда сидишь и смотришь бои хорошего уровня Ну, хороших спортсменов Вот несколько, может быть, лет назад или около года тому назад Было такое объявление, что ринге ОЛМ1 Анжелика Андерсон Хотела войти в бои И также заявляла, что, возможно, хотела бы встретиться с тобой С мной в ринге? Может быть, я могу путать, может быть, она вообще хотела выступить Но в том числе вот хотела выступить Как считаешь, возможен ли был ее бой в России? А познакомились ли вы с ней? Первое, Анжелика Мы живем в свободной стране Кто хочет боксировать, тот боксирует, идет и боксирует Я очень люблю бунтарей, которые говорят О, мне плевать на то, что вы думаете, я буду делать то, что я хочу Это замечательно Но, когда мы говорим о единоборствах Нужно понимать и отдавать себе отчет в том, что Ты можешь уйти с ринга, с клетки, с совершенно другим лицом И, ну, ты как минимум будешь по-другому выглядеть Если ты отдаешь себе в этом отчет Если ты понимаешь, что это не игрушки Это не, ну, это не весело, реально Это бывает очень серьезно И если ты отдаешь себе в этом отчет Ну, пожалуйста, ты можешь попробовать, почему нет? Ну, она, если бы пошла Она могла бы у тебя взять несколько советов о том, как выступать, как тренироваться Ты бы дала ей эти советы И вы знакомы вообще, познакомились лично? Да, мы познакомились Более того, когда вот этот как раз-таки произошел взрыв в медиаполе То, что вот рингел хочет боксировать Ну, это такую неоднозначную реакцию вызвало у общественности И, ну, я не люблю, когда начинают кого-то, ну, как бы ущемлять, да Кого-то говорить, что ты не можешь И мне это вызывает такое постоянное чувство какой-то вот несправедливости Я ненавижу вот эту вот несправедливость И я, ну, придерживаюсь такой позиции То, что каждый имеет право заниматься тем, чем он хочет И, ну, не слушать мнения окружающих Какие-то даже бойцы, девушки, там, писали у себя Вот, давай, если ты хочешь боксировать, давай вместе с тобой будем боксировать Ну, это же дебют Девочки, вы себя уважаете? Если вы такие серьезные бойцы Вы предлагаете бой девушке-дебютантке Ну, это странно Александр Шлеменко, Сергей Харитонов Александр Волков, Виталий Минаков Много российских спортсменов, которые выступали в Беллатор Также выступали в России М1 как платформа для, ну, одна из самых крупных промоушен в Европе Было бы тебе интересно, например, тоже такой опыт провести бой В М1, например Ну, сейчас у меня довольно плотный график в Беллатор И у меня есть контракт в Беллатор И сейчас мне интересно боксировать больше в Америке Но я не скучаю такой возможности И для меня, ну, конечно же, я скучаю по вот этой реакции зала Которая может быть только в России Когда ты боксируешь дома Когда эти люди тебя поддерживают уже много лет Многие знают о тебе там с твоего первого боя И ходят на твои бои, смотрят на твои бои И там смотрят трансляции И, ну, конечно, здорово порадовать их Показать вот это, как это было там несколько лет назад Но сейчас пока что я сконцентрирована на большее именно карьере в Америке И больше, ну, не то, что больше А просто у меня контракт с Беллатором И мне там все устраивает И вот так Вот ты как раз сказал о том, что прошло несколько лет твоих выступлений И за это время многое изменилось И в том числе твоя узнаваемость и в Америке, и здесь И как ожидаешь, встречала бы публика уже по-новому Было бы тебе интересно ли уже по-новому выступить в России? Ну, само собой я чувствую то, что я расту как боец Я расту, наверное, как медийная личность, да, если можно так сказать И аудитория ММА растет И вместе с тем все больше людей знают обо мне Знают вообще о женских боях и так далее То есть, естественно, это все развивается Но я думаю, что здесь дело это не в количестве А дело в том, что есть твои люди, а есть не твои люди И здесь слово фанат не подходит совершенно Потому что это просто люди, которые тебя поддерживают на протяжении уже долгого времени Или не долгого, но они с тобой, когда ты показываешь красивый бой Они с тобой, когда ты показываешь что-то не так Они с тобой, они в тебя верят И, ну, вот это, мне кажется, главное